Всем привет, с вами Евгений Ильич, вы на канале Red Army Airsoft и сегодня мы наконец посмотрим на новинку от ICS прошлого года, которая только в этом году начала продаваться в России. Так как продукт новый, а для большинства молодых страйкболистов и сам бренд ICS в новинку, обзор я постарался сделать максимально подробным. А чтобы вам было удобнее ориентироваться в таком объеме информации, в описании к этому видео я оставил тайм-коды. Например, если вы хотите посмотреть только про внутрянку или электронику, или только про эргономику, или узнать как происходит самодиагностика проблем у данного привода, вы можете это сделать, перейдя по соответствующему тайм-коду. Если кто-то пропустил, в этом году магазин Airsoft Store начал возить продукцию ICS в Россию. И все новинки ICS можно найти на их сайте, в том числе карабин Hero Arms CQR, про который пойдет речь в этом видео. Hero Arms это производитель оружейного тюнинга из Германии. С 2008 года компания производит оружейный тюнинг, а также готовые образцы стрелкового оружия на платформе AR-15. Hero Arms CQR это AR-15 с установленным комплектом тюнинга в виде приклада и рукоятки на цевьё, которые по задумке производителя адаптированы для действий в условиях ограниченного пространства. Собственно, CQR расшифровывается как Close Quarter Rifle, а дословно переводится как винтовка ближнего боя. Форма приклада с рукояткой CQR должны решать две основные задачи. Во-первых, это обойти законодательное ограничение на оружие с пистолетной рукояткой в некоторых штатах США, а во-вторых, обеспечить удобное и надежное удержание оружия. В такой приклад можно вставить специальную пластину, которая убирает пистолетную рукоятку. При этом эту пластину в случае необходимости можно достаточно просто снять. Длину приклада можно регулировать с помощью специальных алюминиевых пластин шириной 15, 30 и 45 миллиметров. Рукоятка на цевье за счет своей округлой формы с одной стороны обеспечивает надежное и удобное удержание оружия, а с другой способствует быстрому переводу оружия в боевое положение, без риска зацепиться за элементы экипировки или иные предметы. По эргономике получилось нечто среднее между М4 и П90. В рекламном проспекте говорится, что рукоятка на цевье, приклад и вся внешняя фурнитура оригинальная. То есть они производятся на заводе Hero Arms в Германии и должны подходить для огнестрельных R15. По ощущениям могу сказать, что страйкбольная версия очень похожа на огнестрельный прототип. В прошлом году на выставке Ivo 2019 у меня получилось поддержать и страйкбольную версию от ACS и оригинальную Hero Arms CQR. Верхний и нижний ресивер выполнены из алюминиевого сплава. Покрытие краска черного цвета. Визуально покрытие выглядит качественно, но в процессе тестирования режимов огня всплыл неприятный нюанс. Смазка из-под переводчика попала на покрытие внешнего корпуса, через пару дней на покрытии появились пузыри и краска, видимо вступив в химическую реакцию со смазкой, начала в этой области слезать. Возможно это конечно единичный брак, но в любом случае мы сообщили об этой проблеме производителю. Надеемся они это исправят. Цевье выполнено из авиационного алюминия методом фрезеровки. Покрытие анодирование. Пламегаситель стальной. Приклад и рукоятка как и положено выполнены из пластика. Напоминаю, что пластик тут оригинальный от огнестрельной версии CQR. В приклад установлена 15-мм вставка. Это самая короткая вставка из возможных, никаких других вставок в комплекте нет. Но вы всегда можете купить оригинальные проставки Hero Arms и удлинить приклад, если оно вам нужно. На корпус нанесены лицензионные маркировки. В данном случае лицензии Hero Arms на производство страйкбольных реплик принадлежат компании ASG. Хоть маркировки и лицензионные, помимо оригинальных маркировок тут есть и страйкбольные. Связано все это с требованиями немецкого законодательства. Не знаю зачем, но на CQR нереально много вариантов, куда можно зацепить ремень. Смотрите сами. Две широкие петли для ремня есть на самом прикладе. Две петли на пистолетной рукоятки и на рукоятке на цевье. Целых четыре гнезда для крепления быстросъемных антабок для ремня на прикладе и на рукоятке. И еще два гнезда на самом цевье. Вариативность, на мой взгляд, тут излишняя, но пусть будет. На цевье и на верхней части ресивера есть респланки для крепления всякого дополнительного оборудования и прицельных приспособлений. Несмотря на минималистичность, планок тут достаточно, чтобы повесить сюда фонарик, ЛЦУ и необходимые прицельные приспособления. Штатно тут стоят складные пластиковые целик диоптер и мушка. В сложенном состоянии вы получаете низкопрофильный целик и мушку. В разложенном диоптер и мушку с возможностью регулировки. Органы управления тут стандартные, как у обычной М-ки. Спусковой крючок, переключатель режимов огня и кнопка сброса магазина. Даже удивительно, что органы управления тут не двусторонние, а стандартные под правую руку. Если потянуть за рукоятку заряжания, мы получаем доступ к регулировке хопапа. Фиксации шторки затвора тут нет. Связано это, скорее всего, с функцией имитации работы затвора. Хопап роторный с большим колесом регулировки. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы поменять аккумулятор, вам придется отвинтить два винта в тыльной части приклада, извлечь тыльник с проставкой и установить аккумулятор. С одной стороны, для замены аккумулятора вам придется таскать с собой дополнительный инструмент. С другой стороны, винты это надежно. Шестигранника для отвинчивания винтов в комплекте, к сожалению, нет. Штатный магазин примыкается легко, но сидит с небольшим люфтом. Впрочем, как и почти все магазины, у почти всех ЭМО. К сожалению, к этому приводу подходят не все магазины. Например, некоторые магазины от ЦИМа сюда подходят, а некоторые от той же ЦИМа нет. Нужно проверять по месту. Как я уже сказал ранее, эргономика привода это нечто среднее между П90 и М4. Если вы очень долго пользовались приводом М4 серии, то она вам покажется непривычной и придется привыкать. Лично я на CQB играх с высокой динамикой боя, где приходится много стрелять, привык держать руку не на цевье, а за шахту магазина. Из такого положения получается быстрее произвести замену магазина просто потому, что тебе не нужно менять положение руки. Если нужно стрелять на длинные и средние дистанции, я выношу руку максимально далеко вперед, чтобы максимально стабилизировать привод. Используя рукоятку CQR, с одной стороны у вас всегда максимально стабильный и уверенный хват. С другой стороны, при замене магазина вам приходится делать дополнительное движение рукой, потому что держать привычным образом за шахту магазина с этой рукояткой привод не особо удобно. Центр тяжести привода находится прямо на пистолетной рукоятке. Привод не клюет вперед и не заваливается назад. Это на самом деле огромный плюс, потому как при удержании привода одной рукой, например, при той же замене магазина, нет дополнительной нагрузки на кисть. При этом стоит отметить, что у HERA ARMS CQR не самый маленький для CQB автоматов вес – целых 3,250 кг. Удачная развесовка его нивелирует. Приклад оказался весьма удобным. Для человека среднего роста от 170 до 179 сантиметров длина приклада будет идеальной. Если вы выше, скорее всего, вам не помешает более широкая проставка в приклад. Для человека со средней величиной ладони такая рукоятка вполне себе удобна, но предполагаю, что у обладателей огромные лапы могут быть проблемы. Привод HERA ARMS CQR построен по архитектуре ICS-CXP, то есть тут используется новый фирменный сплит-гирбокс с функцией быстрой замены пружины. Кстати, сплит-система усиленного гирбокса для М4 от ICS с быстросъемной верхней частью появилась еще в середине нулевых, задолго до аналогичного продукта от RETRO ARMS. В то время не было гирбоксов из алюминия на ЧПУ и каждый производитель по-своему подходил к вопросу усиления гирбокса. Конечно, у ранних сплит-гирбоксов того времени были свои нюансы и проблемы, но производитель говорит, что с того времени они доработали конструкцию, уменьшив допуски. Гирбокс состоит из двух блоков. Блок с шестернями электроникой и спуском и блок с цилиндропоршневой группой. Такой гирбокс намного проще обслуживать и проводить любые работы по замене деталей, настройке и тюнингу. Например, чтобы заменить поршень, нужно выбить пин, который соединяет верхний и нижний ресивер, вытащить рукояткой взвода верхнюю половину гирбокса, снять быстросъемную пружину и можно спокойно открывать блок ЦПГ и менять детали. При этом пружина антиреверса, спусковой крючок, поджатие мотора, шимминг и уложенная в приклад проводка остается на своем месте и никак вам не мешают. Блок с шестернями также можно разбирать и собирать, не трогая цилиндропоршневую группу. В теории, как и в случае с цилиндрами от системы ПТВ, можно иметь пару верхних частей гирбокса с разным тюнингом и менять их в зависимости от ситуации. Рассмотрим внутрянку подробнее. Стенки цилиндропоршневой группы усилены. Поршень пластиковый, гребенка частично пластиковая, но есть 8 металлических зубьев. Голова поршня пластиковая, вентилируемая с одним уплотнительным кольцом. Цилиндр латунный с отверстием для регулировки по объему стволика. Голова цилиндропластиковая с одним уплотнительным кольцом. Нозл пластиковый, без уплотнительных колец. Таппит пластиковый. Хопап внешне похож на стандартный М4 типа, однако по форме он все-таки отличается. И поставить в этот привод стандартный М-очный хопап не получится. С другой стороны, хопап тут роторный, хорошего качества и особого смысла его менять в АЕК сборке нет. Резинка хопапа стандартная. Стволик алюминиевый с хорошо обработанным и достаточно широким окошком для резинки хопапа. Шестерни стандартные, АЕК типа стальные. Рядом с блоком шестерни располагается блок электроники SSS E-Trigger System V2. Мотор скоростной EVO 3500 оборотов в минуту. Производитель говорит о том, что фишкой мотора является энергоэффективность и способность сопротивляться нагреванию. Если проще, то мотор мало греется и при этом обеспечивает высокую скорострельность. В CQR от ICS установлен набор умной электроники SSS E-Trigger System V2 и MOSFET. MOSFET, как и положено, отвечает за защиту цепи питания, а SSS E-Trigger за режимы стрельбы и функции самодиагностики привода. Давайте разбираться по порядку. Во-первых, тут есть электронный спуск. У ICS он называется Smart Trigger и сочетает в себе короткий ход спускового крючка, активный тормоз и функцию предзвода пружины. Во-вторых, электроника позволяет настраивать режимы огня без использования внешнего программатора или компьютера с программным обеспечением. То есть все доступные настройки вы можете сделать прямо в поле. По заверению ICS функция предзвода пружины разгружает мотор, увеличивает скорострельность и стабильность выхлопа вашего привода. Помимо этого, электроника обладает функциями самодиагностики. То есть, если в процессе эксплуатации по каким-то причинам ваш привод перестал стрелять или стал как-то некорректно работать, вы можете запустить самодиагностику и определить, в чем конкретно проблема. Как я уже сказал ранее, в приводах от ICS установленной электроникой SSS e-trigger есть возможность настраивать режимы огня. Причем делать это можно без программатора, если потребуется прямо в поле. По умолчанию в привода от ICS установлен режим стрельбы с предзводом пружины, а в положении фуллафта включен режим непрерывной очереди. Чтобы изменить режим стрельбы с непрерывной очереди на стрельбу по три шара, необходимо перевести переключатель в режим одиночного огня, зажать спуск на 10 секунд и дождаться двойной вибрации мотора. Теперь в режиме фуллафта привод будет стрелять очередями по три шара. Чтобы вернуть непрерывную очередь обратно, необходимо проделать ту же самую процедуру, только мотор должен провибрировать один раз. Если по каким-то причинам вы хотите отключить функцию предзвода пружины, нужно переключить приводчик режимов огня в положении одиночного огня, нажать на спуск один раз и три раза перевести переключатель с автоматического огня на одиночный, уложившись в 5 секунд времени. Звучит сложно, но на деле это просто. Чтобы вернуть предзвод пружины на место, необходимо еще раз проделать эту операцию. Кстати, каждый раз, когда вы переводите переключатель в режим предохранителя, электроника автоматом расправляет пружину. Мелочь, а приятно. Если заряд аккумулятора подходит к концу, то при нажатии на спуск электроника привода проинформирует об этом вибрацией. Еще стоит отметить, что при включении режима стрельбы с предзводом пружины первые пять выстрелов система будет анализировать движение поршня и только после этого определяет правильное положение. В приводах от ACS с установленной системой SSS E-TRIGGER E2 есть функция самодиагностики, которая в случае каких-то проблем с приводом позволяет быстро определить, в чем именно проблема. Для того, чтобы проверить привод на наличие ошибок, необходимо перевести переключатель режимов огня в положение предохранитель, отключить аккумулятор, извлечь задний пин ресивера и открыть ресивер. Производитель рекомендует открывать ресивер при отключенном аккумуляторе. С чем это связано, ответить затрудняюсь, но так написано в инструкции. Далее переводим переключатель режимов огня в положение одиночный огонь, зажимаем спусковой крючок и только после этого подключаем аккумулятор. В этот момент система самодиагностики начинает проверять цепь питания и напряжение. Если горит красным, значит с напряжением что-то не так. Например, ваш аккумулятор безнадежно разряжен и его пора заменить на новый. Если мигает оранжевым, вы должны в течение трех секунд отпустить спуск. На этом этапе происходит проверка спуска. Если со спуском все в порядке, индикатор загорится зеленым. Переходим к проверке селектора. Для этого нужно перевести селектор на предохранитель, потом положение очередь и вернуть на одиночный огонь. Если индикатор загорится зеленым, значит с переключателем все в порядке. Переходим к следующему этапу. На этом этапе система проверяет работу мотора и шестерней. Шестерни должны сделать один полный оборот. Если все тесты прошли успешно, то индикатор замигает зеленым. Если индикатор мигает красным цветом, это значит есть проблема с шестернями или мотором. Если индикатор мигает оранжевым, значит есть проблемы с модулем спускового крючка. Если индикатор постоянно светит оранжевым, значит есть проблемы с переключателем режимов огня. Для выхода из режима диагностики нужно один раз нажать на спуск. В подтверждении система сделает три коротких движения шестернями и вернется в режим стрельбы. Если в системе есть какая-то проблема, нужно просто отключить питание и заняться физическим ремонтом нерабочего модуля. Если вы не знаете, как починить тот или иной модуль, правильно, нужно обратиться в специализированную мастерскую. В качестве выводов попробую сформулировать несколько тезисов. С точки зрения внешки у ICS CQR определенно все хорошо. Высокое качество изготовления и сборки, лицензионные маркировки, а часть деталей вообще от огнестрельного прототипа. Конечно, в моем экземпляре обнаружился брак с краской в области переключателя режимов огня, но я думаю, будет не очень честно авансом приписывать эту проблему ко всем приводам. Лучше посмотрим, как на это отреагирует производитель. С точки зрения внутрянки привода от ICS имеют очень интересную архитектуру, которая сильно упрощает процесс обслуживания привода. В ранних моделях от ICS были свои проблемы, но сейчас производитель говорит о том, что была проведена работа по их исправлению. Как обстоят дела на практике, лично мне пока судить сложно. Чтобы это честно оценить, нужно как минимум сезон поиграть с таким приводом. Привода от ICS в базе оснащены электроникой с очень хорошим функционалом. Если сравнивать электронику с G&G или Ares, то ICS тут однозначно выигрывает. К минусам могу отнести свои габариты хопапа, из-за чего стандартные хопапы М4 серии сюда не подходят. С другой стороны, базовый хопап очень неплохой, и серьезных причин его менять я не вижу. Что касается эргономики конкретно этой модели, то тут уже дело личных предпочтений и привычки. Чтобы понять, нужно оно вам или нет, лучше один раз подержать этот привод в руках. Напоминаю, что HERA ARM CQR есть в Airsoft Store, ссылка в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, не забывать про колокольчик. С вами был Игорь Негода М4. Продолжение следует... Продолжение следует...